Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Project Ozone 2, продолжаем заканчивать, как это хорошо звучит. Я еще не видела, что вы мне понаписывали по поводу реактора, поэтому у меня есть догадка, у меня есть догадка, потому что, смотрите, здесь же есть два каких-то контейнера для жидкости, почему бы вот так и так, и побольше труп, и вообще во все вентили, которые нашли, во все порты, будем засовывать трупы, причем разные и со всяким. Вот, я уже зарядила, я вернула обратно везде тессеракты, я опять зарядила лазер, и я готова еще раз попробовать. Я вот такая вот упертая, неугомонная флешка, я очень хочу попробовать, давайте. Ай, не-не-не-не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп, нам надо взять вот этот Хох, ну вы поняли, вы помнили, я все время хочу его назвать Хохланд. О, и еще Дейтерий, Дейтерий, красненький, это Дейтерий, о господи, дай бог мне памяти, чтобы это все запомнить. До следующего реактора я обязательно это забуду, вот я вам обещаю, что до следующего реактора я это забуду, поэтому ловите момент, когда я это произнесла. Дейтерий, я даже себе на листик выписала, честное слово. Но знаете что, расширять свой кругозор и добавлять новые слова в свой словарик, это хорошо, это отлично, спасибо вам огромное за ваше терпение и неустанное повторение тех слов, которые я не могу никак запомнить. Итак, ну как бы я запустила, я как бы запустила, здесь как бы все должно заработать. Вот, смотрите, о, 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 смотрите, Дейтерия-то не хватает. Вот где наше слабое звено. Вот где наше слабое звено, ребята. Вот он подлый предатель. А нет, все, попустила. А что случилось? И все, и падает у нас температура. Да какого фига? Я не понимаю. Нет, я не понимаю. Я опять что-то... Видите, видите, и все, и все. Вот там уже ничего не крутится. Вы поняли? Я, видимо, не могу подать ему достаточного количества чего-то там, либо топлива, либо чего-то, но, видимо, вот этого моего сетапа недостаточно. Ну и черт с тобой, коричневая фига тень. Я сегодня буду делать серую фига тень. Ничего не знаю. Значит, что? Значит, приступаем к последней ачивке. А это нас что? Это соорудить турбину из механизмов. Ну, как бы сказано, только турбину сделать, но я, наверное, с бойлера начну. Как вы на это смотрите? Начнем с бойлера, да? Потому что чем я буду питать турбину? Вот этим недореактором, который у меня не получился. Реактор, который не получился. Он, конечно, тут усердника, давайте отключим вайлом. Усердника какой-то пар делает. Пока он будет остывать, он, кстати, еще много сделает. Да, да, да. За ним вот такое замечено было, что он много делает. Возможно, у меня все остановилось, потому что некуда было девать энергию. Это еще одна догадка, но я не готова сейчас здесь куда-то девать энергию. Возможно, здесь бы поставить урну и, знаете, удалять ее к чертям. Что-то флешка слишком много ругается. Он меня разозлил. Флешка ругается, потому что меня разозлила вот эта штука. Давайте сделаем сначала бойлер. Вернем нашу Неи. Сказала Вейл, сказала Вайлу, отключила Неи. Ну, в общем, если кто-то не знает, потому что я всегда забываю. Хотя обычно я не хочу отключать Неи, потому что я забываю потом включить. В общем, на кнопочку О. Если Вайла отзывается на нолик на нампаде, то это на кнопочку О. Что там, что там, практически нолик. Итак, нам нужен бойлер. Бойлер, кстати, можно нагревать тремя различными способами. Можно вот этим резистив хитером. Да? Угу. Нет, это не он. Или же он? Тот, который, короче, лавой надо обливать. Но я не люблю заморачиваться с этой лавой текущей. Я буду использовать, наверное, вот этот фаервуд хитер. И, кажется, еще был какой-то хитер, который работает на электричестве. Но, знаете, это какое-то расточительство. Производить электричество, чтобы греть фигню, которая будет помогать производить электричество. Замкнутый круг потребления, честное слово. Так что мы, наверное, на вот этих хитерах остановимся. Я их сразу сделаю. Сколько я их сделаю, я даже не знаю. Много сделаю. По крайней мере, попытаюсь. Или мы их потом сделаем, когда построим турбину. Давайте. Нам понадобится бойлер кейсинги. Нам понадобится бойлер кейсинги. Это железо и сталинка. Ну, я сделаю два стека, потому что большой бойлер я делать не буду. Я, честно говоря, не помню, какой у него максимальный размер. Вот у турбины помню максимальный размер, а у бойлера не помню. Также нам понадобится валвы. Ну, куда без валвов, куда без валв. Нам надо как-то заливать, выливать. Давайте сделаем побольше валвов, потому что что, нам что ли, жалко? Вот. Также нам понадобится pressurize диспенсеры, которые должны отделять у нас слой пара от слоя воды. Ну, как бы разделить бойлер на составляющие. Я не знаю, зачем я стек сделала. Их не надо стек. Вот. И также нам нужны супер хитинг элементы. Вот. Казалось бы, они должны греть, но нет, они не греют. И еще я сделаю вот такого структурного стекла, ну, чисто для наглядности. Потому что, потому что что? Потому что через структурное стекло он не будет получать нагрев. Мы сделаем структурное стекло там где-то спереди, чтобы чисто позырить, как это все выглядит. И, наверное, сразу сделаем наши вот эти фейервуд хитеры. Ой, смотрите. Взяла и сделала, называется. Вот так вот. Много. Потом посмотрим, сколько еще надо будет добавить. Смотрим, где у нас границы чанков. Окей. Значит, здесь я сделаю бойлер. Я сделаю его 3, 4, 5. Давайте 5 на 5. 3, 4, 5. Вот так вот. И высотой, высотой. И что я хочу сказать про бойлер. Каждый блок вашего бойлера работает как хранилище. То есть, например, если у нас нижний слой отвечает за воду, то даже вот здесь будет храниться вода. И каждый блок хранит себе то ли 16 ведер, то ли сколько. Очень много, кстати, ведер. Вот пара он хранит в 10 раз больше. Поэтому как бы слой для воды должен быть больше, чем слой для пара. Вот, это у нас будет слой для воды, например, в раз. Да прекрати ты прыгать. Раз, два, три. Это у нас будет слой для воды. Потом здесь будет у нас перепонка с этих, с диспенсеров. Вот, и потом, раз, два. Достаточно будет для пара. Кажется так, кажется так. И здесь еще хитинги элементы я поставлю снизу. Вот так вот хитинг элементы. Все, мы с вами обмажем вот этой штуковиной, этими кейсингами. Только спереди я оставлю немножечко, чтобы было видно, как там водичка подымается. Чтобы было красиво. Вы же хотите, чтобы было красиво? И я хочу, чтобы было красиво. Вот так вот сделаем. У нас вода будет, раз, два, три. Вот эти. Пускай так будет. И остальное мы подымем. Значит, мне нужен вант. Я не хочу это ручками строить. Вот так вот. И вот. Все, отлично. Вот здесь подымаем. Я здесь тоже могу, кстати, окошечко сделать. Окошечко сделать. Еще раз подымаем. И подымаем. Здесь мы поставим с вами. Вот этот разграничитель. Диспансеры. Вот здесь я хотела ставить или здесь? Здесь, 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 здесь. Пускай будет больше места для пара. Совершенно не надо, но пускай будет. И... Да вылетай ты оттуда. Вот так вот. У меня, кажется, кончились кейсинки или что? Почему ты с этой стороны не поставила? Видимо, я там стояла, поэтому не поставилась туда. Вот так вот. И нам надо бы закрыть эту всю структуру. Там у меня будет пар находиться. Мы его даже визуально должны будем увидеть. Закрываем структуру тоже вот этими кейсингами. Но у меня кончились... У меня кончились кейсинги. И панику, панику. Сразу наступает панику. Что мне еще понадобится? Мне понадобится место, откуда я буду подавать воду. Я, наверное, с этой стороны буду подавать воду. Подавать воду я буду... Давайте даже в два места сразу будем подавать воду. Вот такие вот через вентили. Сюда и сюда мы будем подавать воду. Я не знаю, надо их ли настраивать на вход и на выход. А вот отсюда... Вот отсюда, где у нас типа пар, да, я попробую забирать пар. Или же сверху надо забирать пар. Попробуем отсюда. По сути, это должен быть уровень пара, поэтому отсюда будем забирать. Возьмем конфигуратор и попытаемся... Как это наконфигурировать? Ничего на нем не пишут. То есть, in-out, ничего не понятно. Структура у меня сформировалась. Это все прекрасно. И я хочу к этой структуре присобачить немножечко вот этих хитеров. С любой стороны вот так вот их ставим. Главное, чтобы они касались кейсингов. Вот к стеклу они... Нет, поставятся, но не будут нагревать через стекло. Поэтому я их везде вот так вот распихаю по кейсингу. Достаточно? Сколько мы их поставили? Здесь у нас 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Кстати, много. Кстати, много. И насчет подачи воды. Возьмем водичку. Водичку нашу бесконечную. И также возьмем кондуиты. Кондуиты. Я очень надеюсь, что они будут справляться. Я бы, конечно, попробовала вот просто приставить сбоку. Давайте попробуем просто приставить сбоку. А вдруг проканает. Нет, не работает так. Так не работает. Печально очень. Я бы хотела, чтобы оно так работало, но, к сожалению, нет. Значит, поставим так и возьмем кондуитиками. Вот так. И скажем, что ты отсюда экстрактишь без сигнала. И ты отсюда экстрактишь без сигнала. Почему я не вижу визуального заполнения, я не понимаю. Очень медленно заполняется. Но у меня огромная вот эта структура. Она пока нижние уровни заполнит. Мне не нравятся вот эти флуид кондуиты. Вот что мне не нравится. Я, кажется, делала флуеваки. Флуеваки самые крутые. Нет. Как они? Те, что жидкость передает. Это void fluid. А мне нужны прям крутые fluid. Смотрите, водичка пошла. Но мне не очень нравится. Да, хотя. Хотя, пускай будет. Пускай будет. Вот, водичка у нас пошла. Давайте во все эти радости закинем по стеку блоков какого-то угля. Почему бы и нет? Кстати, а вот этот, вот это, оно, оно, оно обратно. Вот эта штука должна сгореть просто вечность, правда? Смотрите, burn time. Ой, 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 ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двенадцать, шестнадцать. Ну, в принципе, это можно жечь хоть палками. Вот, серьезно. Но так как у меня есть вот такая вот радость, ох, как пошло, ох, как пошло. Оно должно гореть просто в вечность, в вечность. Не знаю, зачем мне столько, но я хочу, чтобы они горели. Ну, и, конечно, так как у нас здесь есть уже EMC, то можно поставить там МК-2 и просто трубами сюда закидывать всяческую радость. Но, 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 если вы еще до этого не развелись, можно поставить хотя бы ферму дерева и прям фармить сюда деревясину. И что у нас, у нас ничего не происходит почему-то. Хотя должно. О, все, он разогрелся, он разогрелся и у нас пошло шестнадцать, сто шестьдесят милибакетов в тик. Сто шестьдесят милибакетов в тик. Это хорошо или плохо? Суперхитрос девять. Вот это вот этих суперхитросов девять. Надо было их больше поставить, что ли? Ну, посмотрим, что у нас с этого получится. Хорошо, это у нас такой вот огромезный бойлер. Это еще не огромезный. Мы сейчас начнем строить, будет огромезный. Теперь я хочу построить турбину. Кстати, я не знаю, по каким трубам передавать пар. Честно вам скажу. Вот здесь уже, видите, она такая серенькая. Это уже здесь пар копится. Копится пар, копится. Давайте приступим к турбине. Что нам надо для турбины? Во-первых, вернуться в механизмы. Механизмы. Для турбины нам нужны уже вот эти блоки. Они такие более серенькие, они внизу находятся. Если бойлер у нас сверху, он такой немножечко коричневатый, то турбина вся вот здесь находится. Нам нужны, конечно же, турбин-кейсинги. Давайте сразу приступим. Турбин-кейсинги есть. У меня еще есть. Я тут немножечко наделала. Но сейчас с вами еще раз сделаю. Также нам понадобится обязательно, обязательно, помимо турбин-кейсингов, у меня еще есть структурное стекло. Оно и туда, и туда идет одно и то же. Уже в турбине как бы не важно, что вы где поставите. Дальше нам нужны турбин-велвы. Для входа-выхода и так далее. Сколько я их сделала? Я их сделала. Ну, я психанула, я сделала очень много. Также нам понадобится турбин-роторы. Насколько вы высокую ее сделаете. Я сделала электромагнетические вот эти койлы. Я их сделала 3 штуки. На каждый койл идет по 4 ротора. Но это как бы максимально эффективно. Вот поэтому не 4 ротора, а блейда. Я не знаю, хочу ли я ее такое высокое делать. Возможно, я сделаю на 2 койла и на 8 блейдов. Потому что я что-то передумала такую громадину делать. Вот, скинем это сюда. И что еще понадобится? И, конечно же, понадобится турбин-венты и структурные... А, сатурейтинг-конденсаторы. Господи, какие-то странные конденсаторы. Венты должны быть сверху, это точно. Хорошо, давайте приступим к постройке. Если я хочу высотой 8, насчет турбины, насчет турбины у нее есть ограничения. То есть она вот по основанию может быть максимально 11 на 11. И высоту максимум 18. Я даже не знаю. Давайте сделаем 9. Сколько у меня здесь есть? Во-первых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я думаю, что 9 будет достаточно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь, что касается наших вот этих всех штуковин. Я хочу на 8 блейдов. Ищем серединку. 1, 2, 3, 4. Вот здесь. Правда по центру должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сверху ставим крутилку Rotation Complex, которая будет отвечать за верчение нашей красавицы. Есть. И его надо по всей площади отделить от структуры вот этими Saturation Condenser. Они должны от стеночки до стеночки распространяться. Давайте сначала, что ли, стеночки сделаем. Сделаем стеночки. Вот это как в Big Reactor 7. Если вот здесь можно прям вообще шалить как хочешь, то здесь вот должны быть жесткие ребра. Вот так вот. Это у нас на высоту с этой штуковиной идет. Потом у нас один уровень для койлов. И уже один завершающий уровень. Отлично. Сейчас сделаем этой радости рамочку. Вот как-то так у нас получилась рамочка. Вот здесь сейчас объясню, зачем оно. По крайней мере за тестю. Вы же понимаете, что по логике вещей, если мы потребляем пар, охлаждаем его, за счет этого крутим турбину, у нас в результате побочным продуктом должна появляться водичка, из чего, собственно, все началось. Поэтому есть теория, что она будет там появляться. Здесь не надо все прям заполнять. Так что я поставлю вот так вот. И верхушку мы закрываем турбин вентами. Кстати, насчет этого я тоже не знаю, насколько их много должно быть. Вот этих вентиляторов сверху. И мне их еще не хватило. Ой, все. Ой, все. Я хочу еще. Это мои конденсоры. Почему-то они не стекаются. А что с вами не так? Почему вы не стекнулись? Так, мне нужны еще венты. Венты. Спасибо. Вот, как-то так. Мне, походу, еще стекла надо будет доделать, потому что я что-то переборщила с размерами этой радости. Хорошо. Вот, как-то так оно выглядит. Теперь возьмем, поставим наши блейды. Так прикольно, ты их ставишь. А они, ой, а здесь по два, по два на каждой получается. Ой, тогда у меня здесь будет не 8, а 16. Ага, значит, у меня будет 16. Значит, мне еще два койла надо доставить. Да, без проблем. Да, вообще без проблем. Вот так вот как-то аккуратненько поставим их. Ой, так мне это нравится. Я почему-то думала, что на один блок ротора идет один блейд. Но нет, блейдов идет два. И хорошо. Давайте сделаем еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Путь у нас на 16 блейдов. Это очень круто. Я прям обрадовалась. И смотрите, как они постепенно увеличиваются. То есть мы крафтили одного размера, а они все постепенно увеличатся. Прелесть, просто прелесть. Что мне еще осталось сделать? Мне осталось поставить, во-первых, вот эти турбин. Таня, давайте забьем все стеклом. И тогда уже будем размещать вот эти все турбин штуковины. У этой красавицы нет контроллера, что меня немножечко смущает. Но ничего, посмотрим. Итак, ребятки, я немножко, честно говоря, протупила. Потому что я вместо вот диспенсеров, вот здесь должны стоять прешер диспенсеры. Я поставила конденсеры. А конденсеры, походу, здесь должны быть, на этом уровне. Вот. Еще бы знать, сколько их надо поставить. Давайте поставим их несколько. И посмотрим, будет ли оно дальше работать. Потому что я вот издеваюсь над этой турбиной по полной. Нет, дальше работает. Прекрасно. Просто структура не формировалась. У меня здесь ничего не происходило. У меня уже пошел пар, походу, и отсюда, и отсюда. Так, давайте вот так вот. Пул. Пул. И там, и там тянет. Оно то там, то там тянет. И не хватает ей, короче, этого пара отсюда, чтобы разогнать структуру. У меня здесь вообще пусто. Мы вырабатываем 160 милибакетов в тик. И в результате, в результате мы сейчас вырабатываем... Да, уменьшается. Уменьшается. Потому что оно сейчас сжирает все. Вот когда оно выжрет, и будет работать чисто на том, что поступает из бойлера, тогда увидим, сколько у нас штуковин. Вот диспенсеров, походу, я слишком много. Итак, у нас 4 койла, 16 блейдов, и максимально мы можем вырабатывать 1,8 мега RF в тик. Вот. Но, наверное, столько мы вырабатывать не будем. И давайте попробуем вот отсюда, вот отсюда, вот именно с этого блока, с диспенсера, забрать водичку. Давайте вот чисто попробуем. Я опять сломаю конструкцию. А, она теперь не формируется. Она просто не формируется так. Не-а. И это была плохая догадка. Включаем обратно нашу турбину. Главное, что когда мы это все ломаем, переделываем, оно никуда не пропадает. И вот, что меня действительно настораживает, то, что это как в реакторе. Вход, выход, воды, пара, энергии. Все через один и тот же штук происходит. Давайте уберем это. И мы здесь уже, это мега RF произвели или что? Давайте возьмем какой-то кубик. У нас есть кубы. Куб, 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 куб. Вот этот, который может хранить в себе 128 мега RF. Это самый крутой куб. И, воп, и все. Сразу набрали. Все. Сразу набрали. Мы еще один такой можем заполнить. Отлично. Просто, просто шикарно. Нет, на самом деле, турбина очень крутая. Она кушает просто невероятное количество стали. Вот. Но, но. Сделать такую совсем маленькую, на 4 блейда, себе можно позволить. И запитывать прям даже деревяшками с вашей деревянной фермы. И это будет просто великолепно. Ну что, ты буфер уже выжрала? Нет еще? Ух, жишь, у меня здесь накопилось. И вот здесь, собственно, информация про нашу турбинку. Вот эти первые две не очень, потому что у нас вместительность просто колоссальная, исходя из того, что я сделала 9 на 9, вот такую махину огромную. Но, я не знаю, если мы будем стримить капу, я очень хочу стримить капу, это, наверное, будет первая генерация энергии, к которой я буду стремиться. Если там прям на капе не изуродованы рецепты до невозможности. Но это то, что бы я хотела попробовать на ранних этапах. Да, ожидай-ка по стали будет просто колоссальная, но я думаю, что выхлоп от этой конструкции будет также хорош. Потому что, если сделать вообще на лавовых нагревателях, это просто из воздуха. Просто из воздуха. Вы налили ведро лавы и пользуетесь энергией бесконечной. Это хуже, чем... Ну, в плане дисбаланса, это хуже, чем солнечные панели. Честное слово. Ну что? Мы сделали. Турбина построена, она работает, она даже вертится, поэтому... Та-дам! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Вот. Это предпоследняя ачивка из всех, которые нам надо было сделать. Последняя ачивка является открыть один стак... Стэк... Один стэк шанс-кубов и один стэк икассаэндров без подвесок. Совсем без подвесок. У меня сейчас 40 жизней и у меня очень крутая броня. Так что в следующей серии... что в следующей серии мы открываем шанс-кубой. А это прекрасное место мы покидаем, потому что всё, ты никуда не идёшь, ты используешься, не используешься, что ты делаешь? Она производит у нас сейчас 9,8 кг рф. Это очень круто. Это на самом деле очень круто. Правда, медленно так крутится. Хотелось бы побыстрее, но для этого понадобится, наверное, пар отсюда подключить. Хотя у меня есть вот эти трубы. Давайте, давайте. А что мы теряем? Что мы теряем? Вот здесь мы говорим, что ты извлекаешь... Нет, я не то хотела сделать, но в общем... Вот, извлекаешь отсюда и вот так вот сделаем. Справится ли труба, я не знаю. Да что ж ты творишь-то, флешка? Ну что ты? Что это такое? Что за кракозябры? И вот так вот... Ааа, да-да-да, пошла-пошла. Ух, как разогналась. Ух, как ей похороше. А блейды на меня не полетят. И смотри, сколько она производит. 1,8. Ой, всё, и мы всё сожрали. И сразу... Сейчас она начнёт затухать. Ну то есть вам даже ни один реактор понадобится для того, чтобы держать максимальную турбину в максимальной скорости. Вот серьёзно. Она здесь всё уже выжрала. Всё уже выжрала, да? Всё, стима, стима ноль. И она вот всё останавливается. Но вы видели эту прекрасную скорость. Она радует, крутится просто великолепно. А на этом всё. Да, на турбинках на сегодня всё. В следующей серии открываем кубики и шарики. Ух, будет весело. С вами была Флешка. Всем пока-пока.